Слепую пушка лупит Наотмашашка рубит И ворон больше крылы над битвою кружит А пуля знает точно, кого она не любит Кого она не любит, в земле сырой лежит Ахот ты мой холодный, ахот ты мой холодный И власть моя мамаша, что писем нет давно Не будет он напрасный, наш подвиг благородный И время золотое наступит все равно Не будет он напрасный, наш подвиг благородный И время золотое наступит все равно Не надо мне пощады, не надо мне награды А дайте мне винтовку и дайте мне коня А если я погибну, пусть красные отряды Пусть красные отряды отплатят за меня А если я погибну, пусть красные отряды Пусть красные отряды отплатят за меня 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Что-то так рано встал, выспался и есть хочу Что это ты делаешь, а? Ну что с тобой сегодня? Есть хочу Я сказала сначала умойся Умылся Это для посуды Доброе утро Доброе утро Доброе утро О, здравствуйте, Сергей Иванович Доброе утро Доброе утро Доброе утро Садитесь А где же Семен? В чулан пошел Велосипед надумал чинить Ты что? Все лето не трогал велосипед А теперь вздумал его чинить? Это же его велосипед Хочет чинит А хочет ломает Ну а тебе-то какое дело? Ну что, испугался? Держи его, держи Ну что, взяли, пугалогородные? Огонь Огонь Стой! Слушайте, я вам скажу Только не бросаться Что вы все на одного? Давайте один на один Ну давай Сапку давай Уговор Двое дерутся Третье не мешает А это что? Чтобы никаких железных предметов Это у вас такие правила в Москве Во всем мире такие правила И в Европе Подожди 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 Whichever Дрался с петухом по-честному А как стала моя братья, они все на одного Ты с петухом дрался? А то кто? Ты что ли? Здоровый парень О, какой мне фингал подставил А ты все с девчонками играешь Пряталки в салочки Раз, два, три, четыре, пять Вышел зайчик погулять Вот еще А давай в ножички сыграем На пять горячих, со смазкой Чур я первый Ишь ты, какой хитрый Давай канадца Надь А deep А deep Понимальная Водопад Растоп Werelar Крекласс Растоп Спокойно. Ну как, вкусно? В общем, положение тяжелейшее. Как из него выйдут большевики, не знаю. Махно занял несколько городов. Антонов подошел к Тамбову, не знаю, не знаю. А у нас Никитский, не лучше Антонова. Все равно Красная Армия всех расколошматит. Тебя не спрашивают, когда разговаривают взрослые, молчи. Что касается Никитского. В прошлом офицер флота, культурный человек. Это партизанская война? Одинаково законно для обеих сторон. Противно слушать, о чем вы здесь говорите. И не слушай. Этот разговор вообще не для тебя. Выйди. С удовольствием. А река в Москве есть? Есть. Москва-река. Так по городу и течет. Так и течет. А как же в ней купаются? Очень просто, в трусиках. А без трусиков тебя к Москве реке и за километр не подпустят. Специально конная милиция смотрит. Ха-ха. Чего ты смеешься? Ты кроме своего резка ничего не видал. А смеешься. Вот ты знаешь, какая самая маленькая лошадь? Жеребенок. Вот и не знаешь. Самая маленькая лошадь это пони. Английская пони, она с собаку. А японская пони с кошку. Врешь. Я вру. Ты хоть раз был в цирке? А споришь? Такая маленькая лошадь ни к чему. Ее не в кавалерию, никуда. А ты что думаешь, что только на лошадях воюют, что ли? Если хочешь знать, то один матрос трех кавалеристов запросто уложит. Без кавалерии никак нельзя. Банда Никитского вся на лошадях. Подумаешь, банда Никитского. Петлюра, Махно, это да. Это банды. А Никитский что? Мелочь. Скоро Полевой поймает твоего Никитского. Его уже все весь год ловят. И никто никак не поймает. Раз Полевой сказал, значит поймает. А правда в Москве продуктов нет? Все есть. Предъявляешь продуктовую карточку, тебе отрезают талон и получай хлеб. Хлеб? На одном хлебе не проживешь. Например, молоко. Молока в Москве залейся. Здесь у вас надо деньги платить. А у нас дал молочнице картофельные шелухи. А она тебе за это кружку молока. Миша! Миша! Ты где пропадал? Дышал свежим воздухом. Дышал воздухом. Порезал клеенку. Испортил велосипед. Я не понимаю, как тебя только земля носит. Все. Иди домой. Миша! Привет. Привет. Тепло, правда? Да. Кузнечик, ты не будешь виноват. Как сверчок заливается. Видел когда-нибудь сверчка? Нет. Махонький, вот такой он. А голосок громкий. Есть как заливается? У нас в доме за печкой жил сверчок. Как улягутся все спать. Он и заводит свою песню. Интересно. Я и сейчас, как услышу сверчка, сердце щемит. Десять лет не был дома. А все как есть, помню. Река Ака. Слыхал? Конечно. Приток Волги. Верно. А в Москве нет сверчков. Почему ж так? Ну, что бы стал делать сверчок в коммунальной квартире. Он тишину любит. Любит. А там люди ходят. Дверьми хлопают. Выключателями щелкают. Верно. А это сверчку не подходит. Сергей Иванович. А вы помните, мне обещали рассказать про линкор, на котором вы служили? Про линкор? Иванович. Императрица Мария назывался. Самый мощный броненосец Черноморского флота. Взорвался на Севастопольском рейде в октябре 16-го года. Вот такие, брат, дела. Как же так? Темная история. Ни от мины, ни от торпеды, сам по себе. Сначала пороховой погреб, первой башней рванул. А там три тысячи пудов пороха, представляешь? Да. Ну и пошло. Через час корабль был под водой. Из команды спаслось меньше половины, да и то все. Погоревшие да покалеченные. Разбирались с этим делом долго, да все без толку. А потом революция. Не до этого было. Миша! Миша! Домой! Иду! Тебя зовут? Да. Сергей Иванович, а почему моряки носят кортики? Офицеры только носят кортики. Все равно. Что кортик против нагана? Зачем они нужны? Ну форма такая. А что это ты вдруг про кортик? Да так. Почему вдруг? Просто так. Интересно? Ну разве что так. Вчера нагулялся. Вот и хорошо. А сегодня надо посидеть дома. Сегодня воскресенье. Ребята идут в лес и на остров. А я должен сидеть дома. Ничего посидишь. Шкодить научился. А отвечать не хочешь. Ну ладно, ладно. Он свое получил. Хватит тебе. Спать охота. Захочешь спать, не на бароне уснешь. Подсторонись, сынок. Это зашибет. Не зашибет. Ты чей? Комиссаров, сынок? Какого комиссара? Полевого. Нет. Он просто живет у нас. Он дома? Он вам нужен? Да нет. Зачем он мне? Справная хата. Комната четыре будет. Рассчитались. И давайте с Богом. Ты чего? А ты чего? Я в погреб. Зачем в погреб? За огурцами. А тебе-то что? Ничего. Дядя Сеня. А почему моряки носят кортики? Какие моряки? Какие кортики? Как-то какие. Ведь только морские офицеры носят кортики. Почему? Я не знаю. Форма такая. Все у тебя? Дядя Сеня. Можно я у вас немножко посижу? Я буду тихо-тихо. Ну посиди. Только не мешай мне. Дядя Сень. А я давно хотела у вас спросить. В энциклопедии написано все-все. Про все-про все. Да? Да. А сколько всего этих книг? Восемьдесят два тома. А если прочитать все эти восемьдесят два тома, то можно не ходить в школу? Я не понимаю. В какую школу? Как-то в какую. Я говорю, то есть вы говорите, что если в энциклопедии написано все-все, про все-про все, так можно прочитать все эти восемьдесят два тома, всю энциклопедию. И не ходить в школу, поступать в университет. Миша, ты порешь невероятный вздор. В энциклопедии содержатся только краткие сведения. Сведения по отдельным вопросам, расположенные в алхавитном порядке. А школа, университет, они дают образование. Дают систематические знания. Мы же договорились, ты не будешь мне мешать. Сиди тихо. Дядя Сень, а правда, что Пушкин здесь жил? Я тебе уже рассказывал, Пушкин не жил здесь, а был проездом. Все равно. Прошелся тогда Пушкин по нашей улице, и никто на него внимания не обратил. А появись сейчас, вот суматоха поднялась бы. Весь город бы сбежался. Если ты мне будешь мешать, я буду вынужден тебя отсюда выставить. Я больше не буду. Некрасов. Что? Ничего. Некрасов. Что? Ничего. Нет, ты что-то сказал? Я про себя сказал. Что ты сказал? Я сказал Некрасов. А что Некрасов? Что вот висит портрет великого русского поэта Некрасова. Ну и что? У нас в классе парень есть, Шурка Гуреев. Воображает себя великим артистом. Выйдет на сцену и говорит. Кому на Руси жить хорошо. Сочинение Некрасова. Как будто никто не знает, что это Некрасов написал. Да. Ну и что? Ничего. Выйди вон. Миша! Ты что делаешь? Волю тренирую. Смотрю на муху и заставляю себя не ловить ее. А почему на улицу не выходишь? Или тоже волю тренируешь? Захочу и выйду. А ты захоти, захоти. А я не хочу захотеть. Не хочешь. Не можешь, сказал бы сразу. Ах так? Не могу. Не можешь. Ой, Мишка! Миша! Как же ты теперь домой пойдешь? Попадет тебе. А я вообще домой не пойду. Надоело. Сначала бабушка отчитывает, дядя Сеня отдыхает. Потом дядя Сеня отчитывает, бабушка отдыхает. А где ты теперь жить будешь? Скоро Полевой пойдет банду Никитского ликвидировать и меня с собой возьмет. Банду надо обязательно ликвидировать. Кем ты будешь в отряде? Отставной козы барабанщик. Смейся, смейся. А меня Полевой в разведчики берет. Велел ребят подходящих подобрать. Да ведь да нет у нас таких. Придется одному. Ладно. Придумаем что-нибудь. Притащи мне чего-нибудь поесть. Ура, да я ж разведку. Чего орешь-то? Разглашаешь военную тайну. Не возьму я тебя с собой. Не буду. Не буду. КОНЕЦ Миша, вогляди, говядина прямо из кастрюли вытащил, там суп варился. Ты что, всех без обеда оставил? Ну и что, я в разведчики ухожу, пусть варит себе другую говядину. Божья коровка, улети на небо, принеси нам хлеба. Хлеб тоже есть, правда мясо немного сыроватое. Но ведь львы и тигры едят сырое мясо, и вон какие здоровые. Знаешь новость? Какую? Так бы я тебе сразу и сказал. Дело твое. Ну какой из тебя разведчик, если все от меня скрывать будешь? Сегодня к нам детка из Носовки приходил. Сказал, что банда Анникийского была у них вчера вечером, а это совсем близко. Ну и что? Как это? Ну и что, они на нас напасть могут? А ты и поверил. А что? А то, что напасть они на нас не могут, потому что у нас гарнизон. Понял? Гарнизон. А что это такое гарнизон? Это, как тебе сказать? Тише. 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 КОНЕЦ 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 Кортик 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 КОНЕЦ Олевый, послушай, полевой, теперь ты уже никуда не убежишь. Так что отдай кортик, упирайся на все 4 стороны. Нет, возьму с собой, там ты у меня заговоришь. А ты... похудел... Уоо... Обыскать дом. По коням! Взять с собой! Сергей Иванович! А ну пошевелись! Мам, а кого ты в Москве видела? Славку видела? А Шурку? Всех видела. Лежи спокойно и не разговаривай. А я забинтованным поеду в Москву? Нет. Жалко. В бинтах бы поехать. Красота. И умываться не надо. Спой мне песню про мрачную тюрьму. Как дело измены, как совесть тирана. Осенняя ночка темна. Темне этой ночи встает из тумана. Видение мрачным тюрьма. Вокруг часовые шагают лениво. В ночной тишине доизна. Как стон раздается печально-тоскливо. Суша. 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 От чего умер папа? Его приговорили к каторжным работам, а он болел. Но ведь другие революционеры не умирали на каторге. Умирали. Не все, конечно. Все зависело от условий. От здоровья. А до каторги папа много раз сидел в тюрьме. Болел. И в тюрьме заболел. А каторга его убила. Когда кончится война, и мы разобьем белых, то уничтожим все тюрьмы. Даже в песне написано. Церкви и тюрьмы сравняем с землей. Миша. Миша. Миш. Ну чего тебе? Мне Мишу сказать надо. Ну говори. Миша, ты ходи по нашей улице. Сколько хочешь. Мы тебя не тронем. Как ты себя чувствуешь, Михаил? Хорошо. Я уже и вставать могу. Нет, нет, нет. Лежи, пожалуйста. Я просто пришел поговорить с тобой. Так вот. Я надеюсь, что ты, так сказать, в состоянии понять меня и сделать правильные выводы из моих слов. Дело в том, что последний случай, имевший для тебя столь печальные последствия, я расцениваю не как шалость, а как преждевременное вступление в политическую борьбу. Чего-чего? Не понимаешь? Разъясню. На твоих глазах происходит акт политической борьбы. И ты, человек молодой, еще не оформившийся, по существу ребенок, принял участие в этом акте. И напрасно. Я не ребенок. Бандиты будут убивать полевого, а я буду стоять и посматривать. Так, по-вашему? Конечно, конечно. Как благородный человек ты должен оказать помощь пострадавшим. Но только в том случае, если бы полевой шел, а на него напали грабители. В данном случае этого не было. Происходит борьба между белыми и красными. И ты еще слишком мал, чтобы принимать участие в этой борьбе. Вообще принимать участие в политической борьбе. Твое дело сторона. Как это сторона? Я же за красных. Я не агитирую тебя ни за красных, ни за белых. Но я считаю своим долгом предостеречь тебя от участия в политике. От преждевременного участия. Вырастешь, тогда решишь, за кого ты. Нет. Я так не согласен. Твоего согласия никто и не спрашивает. Слушай, что тебе говорят взрослые. Полевой ведь взрослый. И мой папа был взрослый. Нет. С тобой невозможно разговаривать. Садись. Как ты? Хорошо. В Москву уезжаешь? Да. С эшелоном Полевого. А ты откуда знаешь? Слыхал. Ну а ты как? Поедешь с нами в Москву или нет? Ты знаешь ведь. Отец не позволит. Как это не позволит? Тетка твоя, Агриппина Тихоновна, сколько раз писала. Приезжай. Вот и сегодня с мамой письмо прислала. Поедем. Будешь с нами в одном доме жить. А ребята, знаешь у нас какие? Славка, что хочешь на пианино играет. Даже в ноты смотрит. А Шурка, артист. Бороду прилепит, сразу видно. Талант. А в доме у нас кино, Арбатский Арс. Шикарное кино. Там все картины не меньше, чем в трех сериях идут. А не поедешь, цирка не увидишь. И вообще ничего. Как же я поеду? Да очень просто. В ящике под вагоном. Залезешь в ящик. А на следующей станции вылезешь. И поедешь с нами в вагоне. А отцу напишешь. Так, мол, и так. Уехал в Москву к тетке Агриппине Тихоновне. И привет. А что я в Москве буду делать? Что хочешь? Хочешь, учись. Хочешь, на завод токарем поступай. Я тебе серьезно говорю. Про разведчиков ты тоже серьезно говорил. А мне за мясо так влетело, что до сих пор помню. Разве я виноват, что Никитский напал на Ревск? А то обязательно пошли в разведку. А приедем в Москву. Запишемся добровольцами на фронт. И пойдем белых петь. Если на фронт белых петь, то можно, пожалуй. С приездом. Спасибо. Сергей Иванович, не сердитесь на меня. Возьмите меня с собой, пожалуйста. С собой? Это можно. Доедешь со мной до Бахмача. А там я тебя и маму отправлю на Москву. Ладно? До Бахмача. Дразнитесь только. Да будет тебе сердиться. Ну, успеешь еще навоеваться. Ты вот что, Миша. Как тебе кортик попал? Не бойся, говори. Я его случайно увидел. Взял, посмотреть. А тут бабушка. И не успел положить на место. Ты про кортик никому не рассказывал? Нет, ей-богу. Ну, ладно, верю, верю. Понимаешь, Никитский тоже ищет. Но зачем? Помнишь, я тебе рассказывал про линкор императрицы Марье? Да. Так вот, Никитский служил на этом линкоре. Минуты за три до взрыва он застрелил одного офицера. Я зашел как раз в каюту. Один я видел, больше никто. Я тогда еще не знал фамилии. Смотрю, они спорят о чем-то. Он его все Владимиром называл. Потом вдруг выстрел, офицер на полу лежит, а Никитский с чемодана достает кортик. Оглянулся, увидел меня, выстрелил, промазал. Ну, и сцепились мы с ним. Вдруг взрыв. Один, второй, третий. Все рушится вокруг, ломается. Очнулся я. Кортик у меня в руках. А ножны у Никитского остались. И сам он пропал куда-то. У Никитского есть здешний человек. Отменная сволочь первой статьи. В деньщиках у него служил. Думал, найду я его здесь. Нет, не нашел ни здесь, ни в округе. Очень верный он человек Никитскому. Много знает. Ну, ладно, Мишка. Передай мамаши, чтоб собиралась. Хорошо. Через пару дней выступим. Ну, будь здоров. До свидания. А я на бочке сижу, а под бочкой мышка. Скоро красные придут. А монархистам крышка. Под брезентом поедешь. Смотри, очень удобно. Тут и спать можно. Ага, и в лапту играть. Тебя бы сюда. Ну, чего ты боишься? Тебе ведь здесь всего одну ночь спать. А потом, пожалуйста, переходи в вагон. И я тут поеду. Вот, царь, видишь? Корона, мантия и нос красный. Ну, здорово. А это урядник в белой рубашке. Меньшевик. А еще змея с тремя головами. Это Деникин, Колчак и Юденич. Ты чего? А он все время на меня смотрит. Куда ни странно, он голову поворачивает в мою сторону, как живой. Он потому на тебя смотрит, что ты и есть дезертир. Потому что ехать со мной не хочешь. А поедешь, он не будет на тебя так смотреть. Так я ведь сказал, что поеду. Прекрасно. Вот буржуй. Он хочет все за деньги купить. Это я знаю. А почему здесь написано интернационал? Рабочий – это интернационал. А еще есть цепи – это антанта. Когда цепи будут разбиты, то во всем мире установится власть рабочих. А буржуев и капиталистов больше не будет. А буржуев и капиталистов больше не будет. А буржуев и капиталистов больше не будет. Бахмач, военного коменданта. Военный комендант говорит полевой. Начальник маршевого военного эшелона. Вторую неделю стоим. Знаете? Так почему же не отправляете? Чего? Да мне бойцов нечем кормить, понимаешь? Нечем. Жрать нечего, говорю. Чего? Додумайте о паровозах, это ваша забота, а не моя. Слушайте, если будете мариновать, буду звонить в Москву, в Реввоенсовет Республики. Да-да! Вот именно, в Реввоенсовет Республики. Ясно? Все. Пойдем. Генка, вылезай. Месть! Месть. Хм, месть. Месть. О, месть. Ты смотри у меня. Ей-богу, правда. Так как говоришь, твоя фамилия? Вы куда? Дозвольте доложить, товарищ командир. Так что обнаружен мною подозрительный преступник. В силу моего следствия, признал себя виновным в том, что имеет фамилию Петров, зовут Геннадий. Сбежал от родителей, будто бы в Москву, к тетке. Ну, да. Обнаружен мною на платформе, под брезентом в спящем виде. Зачем залез под брезент? Дяденька, я, честное слово, в Москву к тетке. Спросите у Миши. Правда. Ну, ладно. Разберемся. Степа, беги к старшине, чтоб шел сюда. Есть, бежать к старшине, чтоб шел сюда. Ну, а вы? А ну марш отсюда, быстро. Дяденька, а кто этот начальник? У-у-у, большой человек. Степа, курьер. Давай. Снабжения нет и не будет, это я точно узнал. Видишь, кухня не работает. Каждый варьша достал. А где мы достанем? Надо рыбу ловить. Поймаем что-нибудь, вот и пропитаемся. А если эшелон отправят? Не отправят, вот увидишь. Всю неделю простоим. Паровозов не хватает, топлива нет. Для воинского эшелона не хватает паровозов. Много ты понимаешь. Понимаю побольше тебе. Меня отец всегда брал с собой в поездки. В Харьков, в Чернигов, в Гомель. Если хочешь знать, я даже умею водить паровоз. Главное, чтоб Кучгар был хороший. Развел пары, набрал скорость. Путь свободен, смотри в оба, держи ухо востро. Держи ухо востро, да? В Гомеле был, да? В Харькове, в Чернигове. А сейчас куда собрался? Да я попал и я... Весь поселок обыскали. Думали утонул. А вот тут лясы точат. Я тебе письмо написала. Письмо. Сколько это письмо идет? Месяц. Еще спасибо дошло. Сначала у отца надо спросить. Потом ехать. Папаня! Ладно, поехали домой. Папаня! Папаня! Прости меня заради Бога. Ну смотри, что в последний раз. В слепую... Ладно, езжай. Лупит, наотмашь шашка рубит. И ворон большекрылый над битвою кружит. А пуля знает точно, кого она не любит. Кого она не любит, в земле сырой лежит. Окоп ты мой холодный, Паёк ты мой голодный, Не плачь, моя мамаша, Что писем нет давно. Не будет он напрасным, Наш подвиг благородный, И время золотое Наступит всё равно. Не надо мне пощады, Не надо мне награды, А дайте мне винтовку, И дайте мне коня. А если я погибну, Пусть красные отряды, Пусть красные отряды Отплатят за меня. А если я погибну, Пусть красные отряды, Пусть красные отряды Отплатят за меня. Два часа ходим, И опять вышли на то же место. А говорил, знаешь, дорогу. Мы заблудились. Мы не заблудились, Нас леший кружит. Леший тут ни при чём. Когда человек идёт, Он левой ногой шаг делает больше, Чем правый. И постепенно забирает вправо. В результате образуется круг. Понятно? Вот мы и заблудились. Что теперь подумают в эшелоне? Мама, полевой. Вы не скажете, Как пройти на станцию? Березняком пройдёте по железке, А там налево и станция. А далеко? Версты три будет с гаком. Почему так неравномерно Расположены шпалы под рельсами? Идти неудобно. Один шаг получается большой, Другой маленький. Это для того сделано, Чтоб не ходили по железнодорожному полотну. И чтоб поездом не задавило. Всё ты знаешь. Просто удивительно. И про лес знаешь. И про железную дорогу. Из-за того, что ты знаешь всё, Мы целый день и проплутали. Зато вон сколько рыбы наловили. Вон, видишь, сколько у меня. А у тебя сколько? Отстань. Давай зайдём. Мама будет беспокоиться. Ну ладно. Чё надо? Кто такие? Тётенька, водицы испить. Матрёна, кто там? Сынки, водицы просят. А идёте-то куда? На станцию. Далече. Да куда же это вы на ночь-то глядят? Вот я и говорю, тётенька, Пустите переночевать. Места не жалко. Куда же вы пойдёте? Да и люди лихие шатаются. Вот до света вздремнёте, А утром и идти недалёко. Пойдёмте, пойдёмте. 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 Черт, поставили ведро на дороге. Это кто? Ребятишки местные. Рыбу ловили. Спят они. Чего вы беспокоитесь? Прошел паровоз на станцию? Прошел. Так почему не сообщил? Греха на душу не приму. Не примешь? Сейчас пройдет эшелон. А ты в монахи записался? Упс! Вставай! Слышишь, вставай. Вставай, ну вставай. Вставай, вставай. Чего тебе? Здесь Никитский. Они хотят напасть на эшелон. Вставай, давай. Давай. Подцепи костюль костей. Подцепи костюль костей. Местерей, подцепи. Так, у нас здесь. Помоги. Вместе. Вот так. В сторону, в сторону. Давай. Держи. Встреча. Держи. Где пропадали? Дядя Сережа, там Никитский. В будке обходчика. Сейчас они до враги разбирают дорогу. КОНЕЦ 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 Ну, что ты теперь скажешь? Кто предложил переночевать в будке? Что было бы, если бы мы не переночевали? Мы бы ничего не узнали, мы бы не предупредили! И тогда поезд куэк-куэк! Игнатюк! Я! Ложки! Игнатюк! Добавки! Игнатюк! Игнатюк! Игнатюк Голопека! Я! Косарев! Я! Беспалый! Я! Я все точно узнал. Наш вагон прицепляют к московскому пассажирскому, а эшелон тютю. На фронт без нас с тобой, конечно. А ты трепался. Нас полевой с собой возьмет белых бить. Здоров ты врать. Что ж ты молчишь? Думаю. Что ж ты думаешь? Думаю, что как-нибудь и без нас на фронте обойдутся. Миша! Ну вот, Миша. Пришло нам время расставаться с тобой. Не знаю, увидимся или нет. Вот, смотри. Знаешь, что это такое? Шифр. Правильно, шифр. А ключ от этого шифра, видимо, находится в ножнах, а ножны у Никитского. В этом кортике большая тайна. Из-за него убили человека. Думаю, вы разгадаете эту тайну. До времени то. А возить его с собой нельзя. Никто своей судьбы не знает. Тем более, война. Так что... Бери. Или, может, боишься? А чего мне бояться? А почему здесь нарисованы волк, скорпион и лилия? Да, я, честно, толком ничего не знаю про этот кортик. Главное, Миша, не болтай зря. И остерегайся одного человека. Никитского? Ну, Никитского, само собой. Он здешний, я тебе про него рассказывал. Он был денщиком у Никитского. Думал, найти его, да так и не нашел. Фамилия его... Филин. Филин. Главное, Миша, запомни. Жизнь, как море. Захочешь жить сам для себя. Будешь, как одинокий рыбак, в дряхлой латчонке к мелководью жаться, на один и тот же берег смотреть. А будешь жить для людей. На большом корабле поплывешь. На широкий простор выйдешь. И никакие бури тебе не страшны. Весь мир перед тобой. Понял? Над Советской Россией нависла угроза. Буржуазия всего мира ополчилась против молодой Советской Республики. В нашей армии кругом нехватка. В стране тоже нехватка. Мы это знаем, видим. Но наша армия сильна своим несгибаемым духом, верой в правое дело. Рабоче-крестьянская власть победит и знамя свободы водрузится над всем миром. Балаганам! Слепую пушка лупит, наотмаш шашка рубит, и ворон больше крылы над битвою кружит. Акуля знает точно, кого она не любит, кого она не любит, в земле сырой лежит. ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ